Днём мы видим небо голубым. При закате солнца его цвет меняется. С чем же это связано? А вот пример из области техники. Почему красный цвет, а не другой, применяют в ситуациях, связанных с опасностью? В этом фильме мы познакомимся с явлениями дисперсии рассеяния света, которые дадут ответ на поставленные вопросы. Поместим на пути пучка белого света призму. По ходу луча света за призмой поставим приемную телевизионную камеру, которая будет передавать изображение на экран телевизора. Свет, пройдя через призму, разлагается в спектр. Разложение белого света призмой впервые изучал Ньютон. Разложение белого света в спектр объясняется тем, что показатель преломления зависит от длины волны. Эту зависимость называют дисперсией света. Дисперсию можно наблюдать с помощью метода скрещенных призм. На спектре видим, что красные лучи, состоящие из более длинных волн, отклоняются на меньший угол, чем синие. У большинства прозрачных тел показатель преломления для видимого интервала длин волн растет с уменьшением длины волны. Такую зависимость называют нормальной дисперсией. Она приближенно описывается формулой Каши. В этой формуле А, В и С экспериментально определяемые константы вещества. Приготовим раствор поваренной соли. На пути луча света поместим горелку. Пропитав кусочек асбеста раствором, введем его в пламя. В пламени появляются атомы натрия, которые интенсивно поглощают свет в желтой области спектра. Из-за низкой разрешающей способности прибора, мы вместо привычного дуплета видим одну черную полосу поглощения. Усложним опыт. Направим луч света через трубку с парами натрия. Пары натрия, более плотные в нижней части трубки за счет подогрева, и менее плотные вверху за счет охлаждения, играют роль призмы с горизонтальным преломляющим ребром. Луч света, проходя через призму из паров натрия и стеклянную призму с вертикальным преломляющим ребром, дает на экране спектр. В желтой части спектра виден изгиб спектральной полосы в разные стороны вблизи области поглощения. Внутри полосы поглощения показатель преломления уменьшается с уменьшением длинной волны. Такую дисперсию называют аномальной. Наблюдать это явление очень трудно вследствие сильного поглощения света в этой области. Поэтому для таких наблюдений применяют интерферометр. В стекле, воде и многих других веществах нет полос поглощения в видимой области. Поэтому у них в этом диапазоне наблюдается только нормальная дисперсия. Аномальная дисперсия была подробно исследована в начале 20-го столетия академиком Дмитрием Сергеевичем Рождественским. Для своих исследований он применил специально изготовленный интерферометр. Интерферометр Рождественского двухлучевой. Он позволяет исследовать дисперсию различных веществ, а также разреженных паров и газов. Этот интерферометр состоит из двух головок, в каждой из которых одно полупрозрачное зеркало, а другое полностью отражающее. Из левой головки выходят два луча с некоторой разностью хода, зависящие от настройки прибора. Интерферометр настраивают так, чтобы на вертикальной щели спектрографа получились горизонтальные интерференционные полосы. Стеклянные окна одной трубки дают наклонные полосы. Введем в другое плечо интерферометра трубку с аналогичными окнами. На экране мы вновь увидим горизонтальные полосы. Испарим металлический натрий, находящийся в первой трубке, при помощи нагревательного элемента. Спектрометр позволяет увидеть характерный изгиб полос. Этот изгиб отражает изменение хода показателя преломления вне полос поглощения. Полоса поглощения натрия состоит из двух близко расположенных линий. При введении в одно плечо интерферометра поглощающих паров, а в другое стеклянные пластины заданной толщины, наблюдаем характерную картину изогнутых интерференционных полос, называемых обычно крюками рождественского. Крюки получаются за счет разности хода лучей, прошедших через пары натрия и стеклянную пластину. Компенсация происходит на определенном расстоянии от линий поглощения и характеризуется переменой направления интерференционных полос. На больших расстояниях от линий поглощения преобладает действие стеклянной пластины, а вблизи действие паров. Установка на крюки возможна почти с такой же точностью, как и установка на спектральную линию. Изменяя толщину стеклянной пластины, можно изменять расположение крюков относительно линий поглощения. Аномальная дисперсия наблюдается также у некоторых веществ, избирательно отражающих определенные длины волн. Такой спектр наблюдал впервые Роберт Вуд. Явление дисперсии можно объяснить с позиции классической физики. Упрощенно валентные электроны в атоме можно рассматривать как гармонические осцилляторы. В результате взаимодействия первичной световой волны с атомами среды возникают вторичные волны. Взаимодействие первичной и вторичных волн приводит к изменению скорости света в среде и тем самым к преломлению света. Показатель преломления определяется числом осцилляторов в единице объема, их собственной частотой омега-нулевое, зарядом и массой электрона. Диссипации энергии при этом мы пренебрегаем. С ростом частоты электромагнитной волны, уменьшением длины волны, показатель преломления растет. Это нормальная дисперсия. В области частоты омега-нулевое происходит сильное поглощение электромагнитной волны. Здесь с ростом частоты, уменьшением длины волны, уменьшается и показатель преломления. Это аномальная дисперсия. Поместим на пути луча света кювету с поглощающей жидкостью. Интенсивность проходящего света уменьшается за счет его поглощения. Увеличим толщину слоя жидкости. Интенсивность проходящего света еще уменьшится. Изменение потока света рассчитывается по закону Бугера, где коэффициент поглощения пропорционален концентрации молекул. Уменьшение светового потока объясняется поглощением и частично рассеянием света веществом. Поглощение света раствором можно измерить с помощью фотокалориметра. Измерение спектров поглощения в видимой и инфракрасной областях спектра позволяют идентифицировать состав сложных веществ неразрушающим методом. Измеряя коэффициент поглощения, можно рассчитать концентрацию растворенного вещества. Другой прибор, спектрофотометр. Он дает возможность определять коэффициент поглощения вещества в зависимости от длины волны. С рассеянием света в среде нам часто приходится встречаться. Туман является одним из таких примеров. Рассмотрим причины возникновения рассеяния света. Чистая вода является оптически однородной средой. Поэтому и свет в ней рассеивается очень слабо. Добавим в воду несколько капель одеколона. Свет в такой среде рассеивается. Вода и одеколон образовали оптически неоднородную среду. В результате рассеяния света на этих неоднородностях, луч лазера стал видимым. Теперь наполним кювету кусочками стекла. Стекло и воздух оптически неоднородная среда. Поэтому кусочки мелкого стекла сильно рассеивают свет. Заполним кювету жидкостью, показатель преломления которой близок к показателю преломления стекла в красной области спектра. Рассеяние света резко уменьшилось. Этим методом можно определять показатели преломления прозрачных твердых веществ произвольной формы по показателю преломления жидкости. Аналогичное явление мы видим и в этом опыте. Чистая жидкость, как и чистый газ, рассеивает свет очень слабо. Однако, если нагреть жидкость, в нашем случае эфир, до критической температуры, рассеяние резко возрастет. Пробирка потемнеет. Это объясняется оптической неоднородностью, возникшей в результате сильных флуктуаций плотности. Молоко делает воду мутной средой, в которой легко наблюдать рассеяние света. Рассеянный свет имеет голубой оттенок. Причина появления такого оттенка заключается в том, что рассеянный свет обогащен коротковолновым излучением. Релей рассчитал рассеяние света на сферических частицах, размеры которых меньше длины волны, и показал, что его интенсивность обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Земная атмосфера интенсивно рассеивает коротковолновую часть спектра. Поэтому небо голубое. При заходе Солнца коротковолновое излучение рассеивается. В результате проходящий свет окрашен в красные тона. Красный цвет светофора рассеивается меньше зеленого и виден с большего расстояния. Поэтому он и используется для сигнала остановки и опасности. Спокойная поверхность воды отражает свет подобно зеркалу. Мелкая зыбь приводит к диффузному рассеянию света. Подобную картину можно наблюдать на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей. Молекулярное движение нарушает геометрическую правильность поверхности раздела. Поэтому граница раздела видима. При освещении идеально рассеивающей поверхности ее яркость не зависит ни от угла падения света, ни от угла наблюдения. Рассмотрим рассеяние, называемое комбинационным. Вибраторы в среде колеблются собственными частотами омега-нулевое. Падающая электромагнитная волна вызывает появление рассеянных волн на других частотах. В спектре рассеянного света наблюдаются линии, характеризующие падающий свет, и добавочные линии, сопровождающие каждую из линий первичного света. Добавочные линии — это линии комбинационного рассеяния. На практике пучок интенсивного света направляют на кювету с исследуемой жидкостью и анализируют свет, рассеянный в перпендикулярном направлении. Это явление позволяет определять собственные частоты колебания молекул и судить об особенностях молекулярной структуры исследуемых веществ. Во многих случаях комбинационное рассеяние является единственным методом изучения молекулярных структур. Явления дисперсии и рассеяния света в настоящее время стали одним из распространенных методов изучения структуры веществ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok